Давайте проанализируем, каковы логические причины этого. Согласно религиозным священным писаниям, будь то христианство, иудаизм, индуизм или ислам, во всех священных писаниях ясно упоминается, что есть мясо свиньи запрещено. Давайте проанализируем, каковы логические и научные причины запрета на употребление в пище свинины. Сегодня медицинская наука говорит нам, что если человек употребляет свинину, у него есть вероятность иметь не менее 70 различных болезней и паразитов. Астрицы, аскориды, анкилостомы – есть много имен паразитов. И один из самых опасных червей называется свиной цепень. Свиной цепень, в терминологии простых людей, это ленточный паразит. Он существует в кишечнике, и он очень длинный. И его яйца, попадая в поток крови, могут попасть в различные органы тела. Если они попадают в мозг, это может вызвать потерю памяти. Если они попадут в глаза, это может привести к слепоте. Если они попадут в сердце, это может привести к сердечному приступу. Если же они попадут в печень, это может привести к повреждению печени. Они могут повредить почти все органы тела. И к тому времени, когда вы поймёте, что страдаете от паразита с свиной цепени, уже будет слишком поздно. И другие опасные болезни, которые могут возникнуть, если человек будет употреблять свинину, это цирроз печени. И у многих людей неправильное представление о том, что когда вы очень хорошо готовите свою еду, эти паразиты умирают. Согласно исследованию, 24 человека, страдающие от цирроза печени, 22 из них хорошо готовили еду. Что означает, пища, которую вы готовите у вас дома, нормальная температура, не может убить микробов, бактерий и паразитов и яйцеклетки, которые есть в мясе свиньи. И есть множество других причин, по которым человек не должен есть свинину. Наука говорит нам, что в свинине очень большое количество жирового материала, и у него очень мало материала для строительства мышц. И по причине жирового материала у человека есть высокий шанс получения гипертонии, атеросклероза и сердечного приступа. И по этой причине более 50% американцев страдают от гипертонии, потому что большинство из них употребляют свинину. Сегодня мы знаем, что одно из самых грязных животных на Земле – это свинья. И где бы вы их не встретили, вы обнаружите фекалии, вонь и грязь. Это самое грязное животное. Некоторые люди говорят, знаете, в некоторых странах, такие как Австралия, очень хорошо разводят свиней. И вы знаете, очень гигиенично. И я говорю им, даже в Австралии свиней держат вместе. И когда свинья производит экскременты, она начинает есть свои же экскременты. И человек не может следить за ними 24 часа в сутки за каждым испражнением каждой свиньи. Так что даже в Австралии свиньи грязные. Это одно из самых грязных животных. И еще одна причина, которую я могу вспомнить, помимо других, это то, что наука говорит нам сегодня. Что свинья – самое бесстыжие животное на Земле. Это единственное животное, которое приглашает своих друзей посмотреть, когда оно занимается совокуплением со своим партнером. Когда свинья занимается совокуплением, она приглашает других посмотреть, как она занимается совокуплением. Знаете, в Америке прогрессивные общества. У них есть танцевальные вечеринки. И после танцевальных вечеринок они обмениваются женами. Ты спи с моей женой, а я посплю с твоей. Когда вы едите свинину, вы ведете себя, как свинья. Ас-саляму алейкум, братья и сестры. Сегодня я хотел бы обратиться к вам с просьбой подписаться на мой телеграм-канал, так как в свете последних событий, Ютуб может быть заблокирован в РФ. И чтобы вы могли продолжать смотреть новые видео с переводом, подпишитесь на мой телеграм-канал. Там регулярно выкладываются те же видео, что и на Ютуб. Баракаллаху фикум. Пусть в этом будет благо для мусульман.